Прошедшим летом в Новосибирске активно ремонтировали не только существующие дороги, но и прокладывали новые участки городских магистралей. Один из них в Калининском районе на улице Мясниковой. Здесь уже к концу года четырехполосная проезжая часть соединит воедино улицы Фадеева, Гребенщукова и Тюленина. На прошедшей неделе ход работ в рамках выездного совещания оценил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Длина участка будущей дороги от дома по адресу улица Мясниковой 6 до улицы Тюленина составляет 460 метров. Фактически это продолжение проезжей части в родниках, которую прокладывают уже не первый год. Впрочем, проезд здесь был и раньше. Здесь когда-то была одна из строительных компаний, сделана техническая дорога. Она пришла в негодность, поскольку она делась не в нормативе. Ну и здесь вот этот проезд по Мясниковой был очень тяжелый. Год назад мы завершали строительство этапа по Мясниковой вместе с переездом от Гребенщукова на Фадеево. Мы хотели продолжать ее сюда, но остановились, потому что предполагалось дальше обужение дороги и выполнение ее в двухполосном варианте. Двухполосность была обусловлена возможностями существующего на тот момент технического проезда. Однако местные жители попросили пересмотреть проект в сторону расширения данного участка для автомобилей и организации тротуаров для пешеходов, что и было сделано. Мы позже на год решаем эту проблему, но зато в исполнении полностью четырехполосных. Вы видите, что позади меня сделана выемка грунта. Здесь будет оборудованная ливневая канализация, будет заменен грунт, насыпан песок, ее текстиль положим. Директор компании подрядчика сообщил, что строительство идет активно. Проблема возникла только с особенностями ландшафта. Понадобилось много песка. Песок – это дренирующий грунт, который позволяет воде спокойно просачиваться. При этом в мороз песок не пучинится, и, соответственно, дорожное покрытие остается в том состоянии, в котором оно есть. И поэтому отсутствуют такие проблемы, как вспучивание дороги, ямы, трещины и тому подобное. Вначале дороги заболоченность была, поэтому проектировщики приняли решение вообще всю дорогу сделать синтетикой. Соответственно, создать некий короб под песок, чтобы не рвало, не двигало, и, соответственно, вода не мешала. Поэтому решение принято современное, нормальное, и дорога должна стоять нормально. Все работы на данном участке оценены в 105 миллионов рублей, с учетом того, что в рамках контракта подрядчику предстоит их продолжить в следующем году. Мы были вынуждены остановить движение здесь. Я прошу с пониманием к этому отнестись. Совместить работы строительные с движением было невозможно, поэтому принято было именно такое решение. Но результат, я думаю, должен удовлетворить всех. Это поможет решить транспортную доступность. Теперь сроки. Договорились со строителями, что рабочее движение мы запустим в ноябре месяце. Вот такая задача сегодня перед строителями стоит. Основные благоустроительные работы запланированы уже на следующий год. Подрядчикам предстоит установить на новом участке дороги две остановки общественного транспорта, три светофорных объекта, а также завершить монтаж тротуаров по обеим сторонам проезжей части. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова